Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вы его молите за нас, Христа, Бога нашего. Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение Подашь, Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и Сеяруси, И Господину Высокопреосвященнейшему Герману, Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, И Господину нашему Преосвященнейшему Елисею, Епископу Рюпинскому и Новоанинскому, Богохрадимей стране нашей, властем, воинству, народу и я, Всему Освященному Собору, настоятелю, братьям, прихожим, Поющим, строителям, святого храма, сего, рабе Божией Рине, Благотворителям, благокрасителям и всем православным христианам, И сохранив нам многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Это шутка. Я благодарю хор, конечно, за пение. Здоровья. Здоровья. Мы сегодня именно празднуем День всех наших святых, И мы празднуем всех тех святых, имена, чьи мы с вами носим. По сути, это День нашего с вами Ангела. Только совместно. Есть какой-то день, посвященный своему святому, да, мы его празднуем, А здесь празднуются все святые. Вот мы сегодня вкупе с вами вместе совместно, соборно празднуем День всех святых. Я вас с этим праздником сердечно поздравляю и желаю, чтобы именно святые, ваши святые, к которым вы обращаетесь, были ходатами вашими перед нашим Господом Иисусом Христом. Что такое святость, да? Святость – это некая отделенность от сообщества человеческого. Вот где-то там святой живет, он живет, где-то там далеко, далеко мы его даже не видим, этого святого. Нет, святой может быть рядом с нами, вместе с нами жить. Мы даже можем его и не замечать, мы даже можем как бы и не предполагать, что этот человек именно такой святой живет. Но чем именно человек святой отличается от другого человека? От обычного человека. А тем, что он старается всегда уподобить себя к Богу и приближиться к Богу. А это бывает трудно. Мы даже вот можем на своем опыте, в духовном, жизненном опыте, хотя небольшой у нас у всех церковный такой опыт, мы все практически недавно пришли в церковную ограду, вот так стали активно жить в церковной жизни. И мы видим, как трудно бывает быть с Богом. Просто, хорошо, но трудно. А трудно, кто нам мешает и что нам мешает? Ну, конечно, есть три главные помехи. Это мы сами, потому что внутри нас есть то греховное, что, как говорится, было еще приобретено нашими прародителями. При падении, это мы тоже приобрели народ человеческий, несем этот грех Адама в себе, и он с каждым годом распространяется, столетиями, тысячелетиями укрепляется. Человеке, человеку трудно изменить свой образ жизни. Он укореняется в нем. Как бы получается, некий замкнутый круг, из которого выйти очень трудно, практически невозможно. Практически невозможно, но можно. Есть вторая причина, которая мешает человеку именно вести вот такой именно богоподобный образ жизни. Окружающий мир, который вокруг нас, он влияет на нас очень сильно. Наше с вами сообщество, собратья, сестры окружают нас дома, на работе, где бы мы ни находились, в каком-то обществе, потому что это тоже несет свое греховное именно начало, то, что было. Каждый человек несет вот такое греховное начало. И опять же, трудно противостоять и сказать, что я верую в Бога. Мы помним, да, как, например, трудно бывает в такой нецерковной среде сказать, что я православный крестьянин. Просто сказать. Просто сказать, что я сегодня пащусь, когда люди не пастятся, например, на работе. Трудно это, да, правда же, да? А что мне подумать? Трудно перекреститься при скоплении народа, когда мы видим, храм стоит, и надо перекреститься. А почему-то рука сдерживается. Трудно подойти к священнику под благословение, когда мы увидим его на улице, где-нибудь, да, в толпе прохожих. Надо подойти, сказать ему, батюшка, благослови. Даже здравствуйте, не говорят священнику, свои прихожане в этот момент. Как бы стесняясь, проходит мимо него. Это о чем говорит? О том, что именно мир, вот такой окружающий, влияет тоже на нас. На нашу жизнь с вами. Есть другая причина, третья. Одна из немаловажных. Это, конечно, враг рода человеческого, который так и стремится всячески именно войти в наше сердце, разум, в мысли, помутить наше сознание, чтобы мы вели совершенно другой образ жизни. Представить нам ложный путь, по которому ты иди человеку. А сегодня ложных путей таких очень много. Мы это знаем, мы это видим, прекрасно видим. А, конечно, прежде всего, это путь комфорта. Это путь именно тот, который предлагает сегодняшний мир. Это бери от жизни все. Потому что все возможно. Это самый главный соблазн. Самый большой соблазн. Самая большая трудность в сегодняшнем мире. Почему и говорили, что в последнее время будет очень трудно. В чем будет трудность? Нет. Гонений таких, может быть, и не будет. Таких вот явных гонений, как было ранее, как было в первохристианские времена, как было, например, совсем недавно у нас в России, были явные гонения на церковь, на христианство. Мы это помним. Кто-то это еще помнит. Мы это знаем по рассказам наших бабушек, дедушек, родителей, о том, как это было. Но тогда было некое противостояние. И даже церковь была гонимой, и к ней относились даже, надо сказать, с нисхождением. Сейчас другая ситуация. Мир становится более, можно сказать, расслабленным в отношении, потому что комфортная жизнь, она влияет на человека очень сильно. И, естественно, хочется этого, того. И предлагается множество возможностей. Лишь бы были только средства. Можно купить все. Даже человека можно купить, пожалуйста. Что хочешь купить? Игрушку себе купи живую, пожалуйста, купишь. Все, что хочешь, ты купишь. Любое путешествие, любую возможность, любой вообще образ жизни ты можешь себе приобрести. Если есть, конечно, на это средство. И люди к этому стремятся. Стремятся именно к приобретению такого образа жизни. Получается, что нам предлагается какой путь? Ложный путь. Куда нам предлагается идти? Это построение якобы рая на земле. Но рая на земле не будет никогда. Почему не будет рая на земле? А потому что в нас живет грех. А ничто греховное не войдет в Царствие Небесное. Поэтому Царствие Небесное невозможно в устроении этого мира на таком именно порядке, который сейчас предполагается сделать. На грехе не будет Царствия Небесного. Будет Царство греха, вседозвольности, которая приведет к чему? Обязательно приведет к порабощению. Потому что грех – это порабощение. Что такое грех? Это страсть. Вот мужчина знает прекрасно, да и женщина знает. Пожалуйста, курить трудно бросить? А? Трудно, трудно. Выпивать трудно бросить? Трудно. Ругаться матом трудно? Трудно. А это страсти. Блудить трудно бросить? Трудно. Это тоже страсти. И мы к этому привыкаем. И кажется, что это норма жизни. Так и должно быть. Но ведь это грех. И в конце концов мы становимся рабами. То есть мы думаем, что мы свободны. Якобы мы свободны. Что я хочу, что я делаю? Нет. Мы уже не свободны. Мы уже рабы своих привычек. То есть мы не свободны. Поэтому это царство, которое предполагается нам и преподается нам, царство страстей не ведет к свободе. Оно ведет прежде всего к рабству. А к свободе ведет только жизнь с Господом нашим Иисусом Христом. И вот святые, они вырывались из этого замкнутого круга, прорывали это пространство. Почему? А потому что знали, куда идти. Надо идти только к Господу и Иисусу Христу. Только быть с Господом Иисусом Христом. Но в то же время и находиться среди нас, здесь живущих. И относиться к нам очень снисходительно, с каждому человеку с пониманием. Иисусом Христом 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 Х Правильно делаешь, делай. Другой монах услышал этот разговор, подошел к Авве Пимену и сказал, Ава, ему уже нельзя как монаху иметь землю. Почему ты ему разрешил? Ну хорошо, иди, я скажу ему, что нельзя это делать. Он подошел и сказал же, вот, слушай брат, я ошибся, нельзя тебе, тебе нужно только молиться. Брат сказал, знаешь, Авва, я к этому привык, это мое любимое дело, я в это время и молюсь. Ну как ты сказал, но я все равно этим делом буду заниматься. Он смутился и пошел дальше, уже в расстройстве. И тогда Авва Пимен подошел к этому монаху, который был очень правильным, правильным человеком и сказал, смотри, я сказал, как ты хотел. Человек до этого работал на своем участке, выращивал то, что ему давала земля, радовался этому, раздавал тем, которые нуждались. У него была радость, это была радость его жизни. А теперь он пошел, он не оставит своего труда, он будет трудиться, но он будет уже трудиться, с каким чувством он будет трудиться уже расстроен. Вот святой человек, он очень тонко чувствует состояние человеческой души, как к нему отнестись, как к человеку отнестись, как к нему просто надо подойти. Ведь как Господь, наш Иисус Христос, Он одному человеку может сказать так, другому сказать может так, третьему сказать так, именно потому что Господь чувствует настроение нашей души. Одному может сказать, иди за мной, ты будешь священником, а другому скажет, иди домой, надо быть дома, помогать своим близким, зарабатывать на хлеб насущный, семью воспитывать. Третьему скажет совсем другое. И вот так же и святой человек, он именно чувствует настроение человеческой души. И вот я вам скажу, дорогие мои, если чем больше у нас проявляется такой святости, а святость это значит что? Это понимание прежде всего друг друга. Очень тонкое понимание, снисхождение друг друга, понимание друг другу. И мы тоже можем с вами приобщаться к такой святости, когда будем вот так с пониманием друг к другу относиться. Поэтому, дорогие мои, я вас поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю, чтобы ваши святые вам помогали. Помогали именно в вашей жизни, в вашем устроении, именно семейной вашей жизни, в личном устроении. Просто чтобы жизнь складывалась к лучшему. Конечно, все сразу не бывает хорошо. Человек, приходящий в церковь, он всегда испытывает трудности. И почему говорят, вот я я пришел именно в храм Божий, мне стало очень трудно. На меня ополчились родственники, соседи, близкие. Мне теперь очень трудно. Я уйду, скорее всего. Если человек пересилит себя, не смолодушествует, то все потом устрояется. И в семье устрояется, и вокруг устрояется. И вокруг те недоброжелатели, которые считали его кем-то особенно вечером, тоже как-то утихомириваются и берут с него пример. Это так бывает. Вот влияние как одного человека может повлиять на много, на сообщество. Этих примеров у нас множество. Таких примеров, когда один человек, именно стараясь жить во Христе, вдруг начинает влиять благотворно на окружающих его людей. Семью, сотрудников, а если руководители, на своих подчиненных. Дай Бог Ирины Анатольевны, чтобы взяли на себя этот крест, очень трудный. Трудно. Я понимаю. В этом мире трудно сохранить себя, но и стремиться именно к такой богодной жизни нужно. Обязательно. Преодолевать себя. Я думаю, со временем много к вам придет. Со временем. Все сразу не приходит. Есть такая очень хорошая французская пословица. Все хорошее приходит вовремя, но только попозже. Так что к нам все, когда мы думаем, когда же к нам придет хорошее, надо просто-напросто, дорогие мои, подождать. Я вам желаю, чтобы к вам все хорошее пришло тогда, когда это будет нужно. Поздравляю вас с праздником. Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok